Свистать их наверх, большие и маленькие любители крупных калибров, с вами сегодня в эфире Александр Петров, и в этом видео я покажу, какие модификации клиента, иначе говоря, моды, я использую, когда играю в эту игру. Ну и, конечно, расскажу, где их скачать, как установить и какие из них будут для вас самыми полезными, если вы начинаете играть в игру или уже играете давно. Кстати, если вы только начали играть в World of Warships или еще даже не начали, обязательно зарегистрируйтесь по моей реферальной ссылке, таким образом вы получите целую кучу призов и подарков, это и премиум аккаунт, и премиум корабли, и золото, и много-много другого. Вся информация есть в описании, перейдите по ссылке, зарегистрируйте новый аккаунт, обязательно введите вот такой вот инвайт-код, I love Warships, вам еще подарок всего классного отгрузят. Ну а после того, как зарегистрируйтесь, перейдите по ссылке морского братства и присоединяйтесь к моей корабельной команде. Вам тоже отсыпят еще премиумы, голды и всякого-всякого, в общем, у вас будет более тысячи голды, премиумные корабли, месяц с лишним прем-аккаунта, ну это хорошее выгодное предложение, поэтому если только начали, можете перерегать аккаунт заново, ну и если еще не начали, обязательно пройдите по ссылке и собирайте всю-всю-всю годноту. Ну что ж, теперь про моды. На официальном форуме World of Warships, тоже ссылочку внизу в описании вам дам, не пропустите, есть вот такая вот история модификации клиента. Здесь можно качать моды поодиночке, но гораздо проще скачать модпак от разработчиков, это гарантия того, что там не будет каких-то левых модов, все, как говорится, только проверенное и качественное. Качайте вот этот вот World of Warships Mod Station, запускайте установку и сейчас покажу, какие моды вам пригодятся и что они делают. Вот так вот выглядит окошко установки модификаций, ну и давайте разбираться, что же у нас здесь есть. Сразу скажу, что у меня нету никаких прицелов, я не ставлю ничего из этого, потому что 7 лет уже играю со стандартным прицелом номер 2 и в принципе никак он меня не подводит. Но если вам интересно, вы можете попробовать любой из этих прицелов, может быть он вам пригодится. Следующая закладка, это называется она с конструктор боевого интерфейса. Это, мне кажется, для начинающих тоже немножко сложновато, советую вам эту историю пропустить, ну и использовать ее уже потом, когда вы чуть больше разберетесь. То же самое касается и вот этих вот ушей, которые показывают составы команд и всякое такое. Это тоже лишняя, не особо нужная вам информация, потому что много инфы, которую новички, скажем, да и в общем, не знаю, мне она особо тоже никогда не пригождается. Что касается камуфляжей, я тоже ничего здесь не устанавливаю. Это пользовательские камуфляжи, они добавляют всякие красивости. Для кораблей тоже начнете играть, разберетесь. Ну а вот дальше уже начинается интересное. Есть такой вот мод, называется щитовод. Он показывает, какое количество очков набрали те или иные команды и сколько времени остается до победы или поражения зеленой или красной команды. Пользуйтесь им для того, чтобы понимать, имеет ли смысл вам куда-то ломиться, пытаться там точки захватывать или все произойдет само собой. Вам, может быть, лучше просто спрятаться и не попадаться под огонь противника. Следующий мод достаточно полезный. Индикатор обнаружения. Здесь нет никакой подсказки у нас, но я вам сейчас покажу, как он выглядит в игре. Этот мод показывает, является ли союзник обнаруженным на данный момент. Если он сейчас засветит, то вот рядом с его иконкой, рядом с иконкой его класса, появится вот такой вот желтый восклицательный знак. Ну а если он не обнаружен, то восклицательный знак будет серого цвета. Это даст вам понимание, светится ли ваш союзник сейчас от какого-либо корабля или же нет. Мод достаточно полезный. Следующий модик. Радар таймер. Он показывает, какое время осталось, точнее, сколько времени работает радар, который вас засветил. В общем, эта история достаточно полезная, но сейчас появился новый, более интересный мод по радару. Я тоже вам чуть попозже его покажу. Если попробуете, можете поставить этот радар таймер, ну или воспользоваться более современным модом. Далее у нас в игре таймер от света после залпа ГК показывает, сколько времени вам осталось светиться после того, как вы выстрелите. В базе этот параметр сохраняется 20 секунд, то есть после залпа. Если корабль находится на прямой видимости и ваша дальность стрельбы до него достает, после стрельбы 20 секунд вы светитесь. Соответственно, это показывает, сколько времени вам осталось светиться. Если все в порядке, ваша зона инвиза достаточная, то через 20 секунд вы пропадете из обнаружения. Но если значок останется желтым, значит вы светитесь не из-за стрельбы, из-за какой-то другой причины. Может быть, рядом эсм. Очень полезный следующий модик. Называется светофор. Он показывает, куда движется корабль противника. Иногда он немножко подглючивает, но в целом вам понятно, что именно делает союзник, который располагается по отношению к вам либо носом, либо не видно дымов и так далее и тому подобное. То есть желтый стоит на месте, зеленый идет вперед, красный отступает назад. Мод Лекарь показывает количество хитпоинтов, которые вы сможете отхилить при помощи вашей корабельной хилки. Потому что зачастую мы хилку используем, нам кажется, что мы можем уже вот прям пара хилиться. Ну а на самом деле вы сможете отхилить больше при помощи этого мода, потому что будете видеть, сколько именно вы сможете нахилить прям вот конкретно максимально. Дальше. Вот эти вот маленькие иконки и иконки хп, честно говоря, я их оставил еще со времен турнира и никак не отключу. Ну, в принципе, ну, наверное, вот тим хп может быть не особо полезная история. Это все-таки не танки, где это важно в кораблях. Командное хп, наверное, чуть менее интересно. Ну и следующая штука называется миникарта от Battle Frame. Это как раз вот та самая история, которая позволяет видеть радары противника. Выглядит это все примерно вот так. Так, вот у вас на экране появится надпись «Опасность РЛС». И если рядом находился какой-то корабль, а у меня была Москва, она вот сейчас отсветилась за островом, до нее будет дальность отсчитываться, сколько конкретно до нее и что она может сдать РЛС. Если сдаст РЛС, здесь загорится, что корабль сдает РЛС. Мод очень полезный и, честно говоря, ну, мне уже пригодился. Я его только начал использовать, но понравился больше, чем старый радар-таймер. Следующий мод это MX Metor. Он же Пукомер или Пукометр. Он показывает эффективность вашу в бою. Да, он имеет определенную долю погрешности, но в целом вам более-менее становится понятно, полезны ли были вы в бою, или же особо полезных действий не совершали, и ждать какой-то большой доход в серебре смысла не имеет, или в опыте. Для того, чтобы играть более эффективно, старайтесь делать вещи, которые этот самый Пук ваш поднимают или увеличивают, что вам больше нравится. То есть захватывать точки, сбивать захват точек, светить, показывать там вражеские корабли, повреждать модули. Вот все за то, что дают вот эти вот баджики, оно ваш Пукометр тоже увеличивает. Ну и фраги, конечно, тоже один фраг, это 0-3 Пука, помните об этом. Угломер. Очень приятный мод показывает, как именно корабль противника направлен по отношению к вашему кораблю. Это нужно для линкоров и для крейсеров, ну, наверное, в большинстве именно для линкоров, чтобы понимать, имеет ли смысл, допустим, пытаться пробить цитадель в борт вражескому кораблю. Если иконка становится желтой, то, значит, пробить цитадель будет сложновато. Если красный, ну, там уж совсем сложно. Ну, а вот если зеленая, лупи, и есть шанс того, что цитаделька все-таки вылетит. Следующие моды у нас уже в части порт находятся. Дерево развития кораблей. Более или менее удобная история. Здесь видно тоже корабли, которые еще не появились, или же которые премиумные, можно их приобрести. Может быть, вам тоже может пригодиться этот мод. А может, просто не забивать себе голову. Сессионная статистика показывает, насколько вы были успешны или неуспешны в данной сессии игры. Ну, и я вот лично немножко заменил флаги в игре на более актуальные. Хотя, конечно, японцы любят этот флаг, но вот китайцы его не очень любят. Я имею в виду флаг вот этот вот японский. Далее. Немножко поменял Гамбург. Гамбург. Ну, здесь можно поставить дополнительно какие-то порты, которые вас интересуют. Или порты. В общем, там это все абсолютно на ваш выбор. Ну, и последняя закладка. Я здесь использую, конечно же, модификации. Самые лучшие звуковые моды. На привозе. Пиратский флаг. Властелин. И тут есть еще вот новый, называется Нежить Вов. Тоже поставьте. Эти озвучки можно потом включить в клиенте. Они вам, друзья, обязательно пригодятся. Дальше вам предлагают обновить моды. Закрываете клиент. Моды обновляете. И уже можете входить в игру. Ничего особо включать не нужно. Только в новом вот эти вот моды Battle Frame. По RLS вам нужно будет зайти. И прожать на шестереночки и галочки. Сейчас вам покажу, как это работает. Вот сейчас кораблик находится в игре. Вы зажимаете кнопочку Control. И тогда вы сможете двигать мышкой. И нажимаете вот на эту вот кнопочку с вот этими замечательными шестеренками. Вот. У вас есть всякие полезные очень штуки на миникарте. Я, в принципе, включаю все. Сильно не парясь. И также вы можете еще включить дополнительные всякие истории, если вам это нужно. Если вы воюете на авианосце. И тогда в игре все будет выглядеть приблизительно следующим образом. И вот, посмотрите. Мы с вами находимся в зоне действия RLS Салема. Как видите, вот загорелся значок RLS. Что опасность RLS может Салем ее использовать. Ну, поскольку мы сейчас тренировочно играем против ботов. Давайте попробуем его заагрить. Может быть, он тогда RLS-ку использует. Не знаю, как именно это работает у ботов. Может быть, я не знаю, используют ли они вообще RLS-ки. Ну, наверное, по идее должны бы. Почему бы и нет. В общем, вы будете видеть, если возможно, RLS-ка от противника именно вот таким вот образом. Что, как видите, мы сейчас находимся на карте. То есть на миникарте можно посмотреть, где находится крейсер. Крейсер, в данном случае, противника и наш союзный эсминец. И мы вот в зоне, в красной зоне нахождения его RLS-ки. Также здесь неподалеку есть еще и Демойн. У него дальность RLS-ки 10 километров. И мы сейчас с вами попробуем подойти к нему поближе для того, чтобы этого самого Демойна в Демойновскую RLS-ку зайти. Хоп, видели? Ну, там был таран, к сожалению. Мы с вами этого уже не увидим. В общем, я вам, друзья, тем временем желаю побед. Желаю, чтобы все у вас получалось в рандоме. Надеюсь, что с модами или без модов вы сможете это сделать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, играйте в World of Warships. И с вами Турямбыч. Увидимся в открытом бою. Ну, иди сюда. Вот. Или ты не бот. Или ты сотрудник Леста. Признавайся. Уден лёв. На этом мы, пожалуй, закончим. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok